Тема сегодняшнего дня является использование субмодальных шаблонов мира живых и мира теней непосредственно в трансовой практике. Как вы, наверное, знаете, основные 40 субмодальностей, известных нам, были получены благодаря как семантическому, так и субмодальному анализу, проведенному группой исследователей в конце XX – начале XXI века. Работы Лидии Георгиевны Невской по болтославянским причитаниям и болтославянскому погребальному обряду, анализ Бордо-Тхадол, Тибетской книги мертвых, а также непосредственно практика камланий и холотропного дыхания подтвердили то, что 40 субмодальностей являются максимальной на сегодняшнем днём списком, который определяет переходы из мира живых в мир теней. Именно на основе этих переходов и были перемоделированы такие техники, как взмах, такие техники, как изменение личностной истории, как визуально-кинестетическая диссоциация, да чего уж там греха таить, именно благодаря им была домоделирована практически сущностная трансформация, представляющая собой краткий, но тем не менее достаточно значимый трек шаманского путешествия. При опросе твинских шаманов, якутских шаманов, хакасских шаманов и бурятских шаманов были подтверждены значимые элементы как шаманского путешествия, так и непосредственно небес, так называемых или стоянок в иной классификации, на которых и происходит изменение. Любопытно пересечение при этом суфийских стоянок на пути и их субмодальных развлечений, связанных с концепцией чистого черного человека, чистого черного света, ну и так далее. Однако мне хотелось бы остановиться при этом на практике гипнотерапии, в которой вы имеете непосредственную возможность не просто познакомиться, а отметить для себя как глубину погружения в трансовое состояние, так и те феномены, которые вы можете наблюдать во время трансового состояния. Как вы знаете, группой исследователей НЛП факультета и высшей школы НЛП было подтверждено то, что человек, попадающий в трансовое состояние, непосредственно меняет свои субмодальное развлечение с классических мира Яви на мир теней. Можно ли сказать, что он погружается в мир теней? Частично да. Вне всякого сомнения он одновременно находится и в мире Яви живых, и в мире теней, имея возможность встретиться как со своим прошлым, так и со своим будущим, так и с альтернативными источниками настоящего. Во всяком случае, именно с этим связан медиумизм, либо же определенного рода практики регрессивного гипноза, которые исследуются сейчас нашей группой. Однако, мне хотелось бы отметить еще и то, что гипнотерапевт сам непосредственно входит в трансовое состояние. Более того, тезис, который я хотел бы, чтобы вы обсудили сегодня, это тезис о том, что чем глубже и качественнее гипнотерапевт входит в трансовое состояние, тем больше он индуцирует транс у своего клиента. То есть, иными словами, и гипнотерапевт, и клиент параллельно входят в трансовое состояние, причем гипнотерапевт несколько опережает клиента. Когда я говорю несколько, имеется в виду, что если гипнотерапевт слишком быстро будет погружаться в трансовое состояние, скорее всего, он потеряет клиента, а клиент останется, если можно так выразиться, непосредственно в кабинете рядом с гипнотерапевтом, глубоко погрузившимся в транс. Этого, конечно, мы допустить не можем, поскольку нашей задачей является непосредственно введение клиента в трансовое состояние. Однако, когда гипнотерапевт смотрит на клиента и меняет при этом вслед за своими словами те или иные фильтры своего внешнего восприятия, то есть, начиная видеть своего клиента однотонным, плоским, серым, ну или же это зависит от тех любимых, так сказать, или привычных субмодальностей попадания в транс самого гипнотерапевта. Более того, мы можем, наверное, указать, что молодого начинающего гипнотерапевта отличает от опытного именно то, с помощью скольких субмодальностей погружается в транс начинающий или опытный терапевт. Так, начинающий гипнотерапевт проходит последовательно практически все ступени, а в некоторых случаях даже не все ступени трансового состояния, медленно, шаг за шагом, погружаясь сам и погружая своего клиента в трансовое состояние. Гипнотерапевт же опытный за 3-4 субмодальности погружается сам и погружает клиента в состояние транса. Что же он видит при этом? Здесь хотелось бы обратить внимание, что на разных ступенях гипнотерапевт имеет возможность увидеть или же, если можно так выразиться, представить собственно то, благодаря чему, если можно так выразиться, у клиента возникла проблема. Потому что, погружая клиента в трансовое состояние, гипнотерапевт начинает видеть причины, по которым клиент собственно попал в ту или иную проблемную ситуацию. И очень часто эти причины являются, если можно так выразиться, личинами, которые начинают проступать сквозь лицо клиента. В некоторых случаях, если речь идет о неких давних, родовых, если можно так выразиться, проблемах, то лицо клиента начинает приобретать черты его далеких предков. Погружаясь в транс, человек как бы показывает ту дорогу, по которой шло его проблемный паттерн. Шла эволюция или деэволюция становления этого проблемного паттерна. При этом мы начинаем видеть искажения. Искажения в лице, когда мы видим злобу или же, например, какие-то иные негативные эмоции. Некоторые, особенно романтичные исследователи, утверждают, что они видят демонические маски и демонические лица клиента. По большому счету, так оно и есть. Потому что именно тогда начинают проявляться сквозь лицо человека его проблемные паттерны. Его не просто проблемные паттерны, а те, если можно так сказать, интенсивные, утрированные проявления проблемы человека. Как, например, опытный гипнотерапевт в состоянии увидеть два-три поколения, если таково есть, предшествующие, собственно, жизни самого человека. И не только увидеть, но и увидеть причину, по которой человек попал в эту ситуацию. Конечно же, здесь играет роль и так называемая вторая позиция, что является, собственно, уже заслугой опытного гипнотерапевта школы, сочетающей в себе как клиническую, так и нейрофизиологическую, так и магическую и антропологическую составляющие своего опыта. Однако мне бы хотелось указать, что работа будет происходить на нескольких уровнях. И один из самых глубинных уровней – это когда мы начинаем видеть уже не просто демонические маски. А мы начинаем видеть воплощенное зло в самом человеке. И именно эта встреча с воплощенным злом и является самым настоящим вызовом для опытного гипнотерапевта. Ибо именно здесь происходит решение и изгнание проблемного паттерна из жизни человека. Изгнание проблемного паттерна при этом проходит в несколько этапов. Первое – доведение до проблемного паттерна. Затем непосредственно договоренность об изгнании, об уходе и насыщение ресурсами как раз в то место, откуда уходит проблемный паттерн. По большому счету, именно это и является основной задачей гипнотерапевта нашей школы.